Е-гейминг-бетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай, экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ КОС. Ты точно знаешь, кто победит. CS Money. Новый сервис для обмена вашими скинами из CSGO. Надоела куча ненужных скинов в инвентаре? В CS Money обмен скинов быстрый и надежный. Достаточно просто авторизоваться на нашем сайте. Выбрать скины из своего инвентаря, которые хотите обменять, и те, на которые хотите обменяться, из обширного списка. Подтвердите обмен и наслаждайтесь новыми вещами. CS Money. Новая эпоха трейда. CS Money. Как и новая эпоха Counter-Strike, видимо, друзья, еще раз всем привет. Это CIS отборочные, СНГ отборочные на SL iLeague Invitational. Шанхай с призовым фондом 150 тысяч долларов. Это пик команды Team Spirit Academy. Первую карту The Cash они выиграли. Ну и теперь у команды Hans просто нет выбора. Они обязаны забирать карту The Train, если хотят продолжить борьбу. Третий решающий будет The Inferno. Ну а ножи тем временем выигрывают казахские. Парни именно, они и будут выбирать сторону. Что касается игры, у команды Hans все было довольно неплохо. Особенно по стартам раундов на карте The Cash. Но затем, особенно уже под конец, они очень хорошо. Ну, как-то перестали играть, перестали верить в себя. И проиграли кэш с довольно разгромным счетом. Ну, на карте The Train они тоже могут показать борьбу. Опять же, карты не новые. Ну, как и все остальные. Если уж быть откровенным, то те семь карт, которые есть сейчас в официальных мопулах, уже очень давно. Ну и, как следствие, любую из них можно было наиграть. Особенно, зная, как много играют профессиональные игроки. Как много они времени посвящают Counter-Strike. Ну и пока посмотрим за пистолетным раундом. Вы же в чате не забывайте болеть за свои любимые коллективы. Кастуйте с двух рук, кидайте щиты. И, конечно же, глядите на четверной поджим верхней линии от команды. Ханс, который не работает. Как же так, друг? Ты же дважды не прав. Но ведь в четвером жали. Ведь действительно дождались того, чего хотели. Тем спирит Акэдами реально выходили на B. Реально всей толпой стояли там сверху на котлах. И принимали этот поджим от четверых игроков с двух сторон. И чем же это в итоге закончилось? Скольких, давайте посмотрим, потеряли игроки спирит Акэдами? Двоих. Вот это поворот. Знаете, казалось, такой поджим невозможно проиграть. Невозможно, по крайней мере, проиграть его, сделав всего лишь два фрага. Но произошло именно это. Прекрасная работа спирит Акэдами. Хотя, возможно, казахи наоборот не ожидали, что это будет какой-то фастбэр. Ощитывали зайти соперником в спину. Но это маловероятно. Там флешка. Падает на Гоцу. Кстати, возможно, именно это и не дает ему реализовать свою позицию под мидл. На размены в плюс для себя играют спирит Акэдами. Дальняя дистанция для Финбишеса. С АК-47 в руках является маслом. На сковородке, в смысле. Четыре в одного при установленной бомбе. Ну и Нилан здесь, может быть, еще постражается. Наверное, ваншотить можно и по Муншайну, и по Финбишесу. 33-31 хеллспойнт у тех. Но позиции максимально подходящие. Спирит Акэдами. Нет армора. Ну, даже несмотря на это, Нилан забирает второго игрока. Китов нет. Бомба вот-вот взорвется. Нилан вынужден... Ну, как вынужден уходить? На самом деле, его никто не вынуждал. Мог пойти там куда-нибудь на апдаун, пытаться еще кого-нибудь найти. Черт с ним уже с тем, что взорвется и погибнет. Тем более, что погиб один из игроков в атаке. Вот, Нилану и делать-то ничего не нужно было. Половину команды он распетлял с Дигла, ну, а третий просто погиб сам. Вот так вот. Счет 2-0. И команда Ханс снова делает форсбай. А вот это уже интересно. Если вы знаете, в предыдущем раунде это бы никого не удивило, то вот сейчас подобный маневр, подобный выбор выглядит по-французски. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот так очень по-французски. Особенно на подобных стадиях турнира, когда ты проиграл первую карту, и вот тебе особенно нечего. Нилан, спам с Дигла, но только один фраг. Много это или мало, решайте сами. Наверное, если бы Феня погиб, вместо того, чтобы сделать минус, этого было бы много. Ну, теперь Годзо. Ого! Сразу два вантапа. Это серьезная заявка на выбивание. Роми при этом не дают пройти в тылы. Он-то рассчитывал, что сейчас его в коннектор уже пропустят, но Дрим, насколько же вовремя, черт возьми, он оказался в спине у своего соперника. И Ханс действительно делает это. Крайне самоуверенно выглядящий форсбай работает на 100%. Они теряют всего лишь двоих игроков. То есть важно, да, в том отношении, что меньшинство. Подбирают 2К47, обезвреживают бомбу и выигрывают, собственно говоря, раунд. 2-1. Прекрасная работа. С барами, как говорят. Теперь есть. Вот это магия. Спасибо за наблюдательность. Ну, Team Spirit Arcademy, конечно, при имеющейся установленной бомбе не делают экономически. У них хватило на 3К47, и это хорошо. Плохо другое. То, что только что погиб Люк. Вообще, знаете, если сравнивать его игру с предыдущими игровыми днями на Хеллкейсе, то складывается впечатление, что вот как раз... Как раз сегодня Люк так, знаете, не в полной концентрации подходит к матчу. Хотя пока этого и не нужно. Карда Декэша, опять же, вспомним о ней, закончилась для Ханс крайне плачевно. Проход по верхней линии. Нилан, кстати, на волне этого приема дает молотов на плент. Ну, как не давая соперникам туда десантироваться? Этот молотов, по сути, ни на что не повлияет. Но своей смертью и не дав ни единого фрага, Нилан просто продает тиммейта, который все это время прятался в пульте. И возможность у него уже после смерти Нилана сделать хоть что-то превосходящее. Ну, там одно убийство, наверное, были сведены к минимуму. И вот на ровном месте команда Ханс отдает Б-точку. При том, что изначально раунд не строился на подобной манере. То есть, изначально Ханс не собирались этот плент отдавать в онлайн. Сейчас мы говорим на фене, но тот дает контр-выпад. Крайне красив был этот маневр. Сейчас, возможно, еще и погодится за спрейтом. Последний мудай, бедолага. Под шквальным перекрестным огнем. 3-1. Ну, и пока как-то закрепить свое преимущество у Ханс не получается. Они взяли хороший форсбай. Правда, выглядел он эффектно. Но как-то воспользоваться наигранным преимуществом казахи, увы, не смогли. Что ж, возможностей у Ханс остается все меньше. Это, однако, нисколько не мешает им делать форсбай один за другим. Хотя сейчас, возможно, это было продиктовано и экономической составляющей. Все-таки, скорее всего, Ханс пришлось бы делать два эко вместо одного. И посмотрите, как это снова работает. Я снова не включил автодиректор. Какое-то мясо. Потому что в очередной раз Team Spirit Academy решили разыгрывать быстрый раунд. Повалившись на зелень, они попали в ход Годзу, который дал 2 кг. Ну и Moonlight также сделал свою работу. Теперь что-то сделать будет намного сложнее. Голлантис играет на катету. Да, он своим соперникам пройти не даст. Но главное действовать осторожно и не умирать почем. Зря. Вторая линия поджимается. Нилан выигрывает свою перестрелку. Минус по Муншайну. Ну и форс на форсе. Форсом погоняется. Выигрывают, Ханс. И этот раунд выглядело это неплохо. Ну и с другой стороны Spirit Academy. Наверное, поленились разыграть что-то медленное. Ну, Роми все-таки подловил Дрима. Пока что этого маловато. Хотя время позволяет ему оббегать своих соперников из зелени. Вряд ли, с другой стороны, команда Ханс забудет о том, что это потенциально возможно. Ну, в общем, это выигранный раунд, грубо говоря. Для казахских парней. Но. Роми 27 секунд. Все-таки выходит из первой линии. Забирает соперника под девяткой. Третий фраг для него. Дальше он запирает коннектор с Маком. И обратите внимание на ту позицию, в которую он устанавливает бомбу. Пика через дым не будет. Пик будет из-под апдауна. Мунлайт. Хорош. Он не побоялся выпасть из верх-низа. И предотвратил установку бомбы. Наверное, стоило эту самую бомбу устанавливать сразу. Ну и уже рассчитывать на лучшее. Здесь игрок Team Spirit. Ну, как мы-то сейчас понимаем, что стоило разыграть именно так. Но был бы прав и игрок Spirit Academy. То есть Роми, не установив бомбу сразу, а вот дав фейк и забери он кого-нибудь. Просто его не пикали, а расчет был именно на это. 3-2. Ну и, конечно же, Spirit Academy, даже несмотря на отсутствие бомбы, экономика позволяет закупиться. Даже в три калаша Галантис, однако, идет с шотганом. Поджимает пожарку, делает килл. Сам остается с 28 хп, но для него это, опять же, не принципиальный момент. Максевен ваншотит на определенных дистанциях, поэтому можно и с одним хп, знаете, постелить там одного-двоих игроков. Феня. Ну, разумеется, за угол не пойдет. По крайней мере, не без тиммейтов. Вот они, размены. Очень интересно, справится ли Галантис. Нет, не справляется, но и Феня здесь играл грамотно. То есть он открыл не всю часть туловища, понимая, что стоит он против Максевена. И, ну, Максевен-то ваншотит, если вы туловище видите, нацелились на него и выстрелили. Здесь не было таких возможностей. Крайний тайминговый пик от Нилана. Да, он забирает Роми, откидывает молотов, уходит обратно. Он осознал, что вот сейчас, скорее всего, его действия могут выиграть раунд для команды. Смотрим, что в этой связи предпримутся перед Акэдами. Но они решили с двух сторон зажимать точку, а, разумеется, это уже не сработало. Браво, что тут сказать. Один маленький килл и гигантский, так сказать, скачок для команды Ханс. 3-3. Ну, спрашивают, почему никто из киберспортсменов не играет с револьвером. И ответ ниже, не на ранче. Ну, на самом деле, сейчас использование револьвера абсолютно нецелесообразно, потому что, ну, как его использовать против Дигла в руках у Симпла, например? Ну, вот поставьте вопрос таким образом. Можно ли с револьвера перестреливать Симпла, который будет в позиции с Диглом в большинстве случаев? Я бы сказал, что это вообще невозможно. Невозможно это никак вообще. Кто бы не был игроком с этим самым револьвером, хоть Господь Бог, не будет. Ну, знаете, этот пистолет был полезен и весьма перспективен, когда ваншотил. Но игроки явно были против этого. Револьвер сделали не ваншотом, и теперь непонятно, как его использовать. Вот его и не юзаю. Знаете, даже пока экономически можно об этом поговорить, даже, казалось бы, более перспективные на бумаге девайсы, вроде, ну, того же SG553-го, да, они не используются, хотя их многие хвалят. И Scream, например, с ним поигрывает на фан-стримах, и там PIV его тоже хвалил. Но сами игроки говорят, что просто недостаточно времени на то, чтобы тренировать это оружие. Давайте пока посмотрим на статистику. У Фени все идет. При этом идет вторую карту подряд, 12.04. Вот он, Moonshine, свою игру пока найти не может. Нет у него киллов. Ну, знаете, это атака на трейли. Скажем, сторона достаточно сложная. Именно в рамках этой карты поджим линии. Ближняя ХАЕшка, из-под нее вроде бы казахский игрок ушел. Это Нилан не поджимал, да? Да, да, это поджимал Нилан. Ну, скорее всего, ХАЕшка сработала. Либо просто прошили в дым. Ну-ка, непрятно, что на что здесь рассчитывал Годзе? Скорее всего, на своего тиммейта, что был за спиной. Но вот Роме в позиции между вагонами под старой девяткой уже не ожидали. Роме дал контрразмен. Сам на перестрелке не открывался. И как грамотно-то он использует лестницу. Прячется на ней, вообще не показывая свои ноги. И какую ротацию проводит Роме. Сейчас он может забрать соперника, но поворачивается спиной. Что ж такое, Роме? Ведь так грамотно двигался, как будто Гитрайт к нам снизошел. И тут такая досадная ошибка. Фене оказывается один. Мунлайт, Нилан ставят точку в этом раунде. Счет становится 5-3. А ведь это был важнейший килл, который Роме, разумеется, не сделал. Жесть, а ведь все, что нужно было, открыться немного правее. Увидеть этот ствол соперника и просто расстрелять его в упор. 5-3. Один комментишь, спрашивают. Да, дело в том, что сейчас у нас много турниров и при этом мало студий. Ну и комментаторов, конечно. Поэтому до конца... Ну, в общем, как минимум некоторое время мы будем комментировать сами, без пар. Ну, я думаю, это небольшой минус. Куда Слэм и Страйк пропал? Ну, можешь написать ему и спросить. По-моему, у них личики открыты. Ну, на самом деле, никуда не пропали. Просто Страйк он недавно ЕСГ комментировал. Что же. Так, мне тут как раз микрофон нас принесли. Очень крутой микрофон. Спасибо большое. 6-3. 6-3. И Ханс выигрывает очередной раунд. Так, сори. Просто ходят и ходят. Кстати, знаете, на кэше мы примерно об этом же и говорили. Что там у нас по статистике 12-6. Ну, в общем, по статистике ничего необычного. Разве что Муншайн едва ли не агент. Один ассист его спасает. 0-1-7. Статистика. Так вот, на кэше мы говорили о том, что у команды Ханс на трейне все скорее всего не пойдет. То есть я высказывал такую точку зрения. Потому что, ну, если уж Team Spirit Акэдами ее выбирают, они скорее всего ее готовили. А карта довольно сложная. Но, по одной стороны, пока у казахов никаких проблем нет. Да и вообще, в принципе, для такого рода матчей далеко не новость. Команды размениваются пиками. В общем, сейчас это в принципе не новости. Мы уже обсуждали, что карта всего лишь 7. При этом один и тот же маппул уже довольно долгое время. У команды были возможности подготовить любые карты, какие бы им не хотелось. Ну, текущий раунд проходит без проблем для казахской команды. А это уже на минуточку 7-3. Счет 7-3. Довольно опасен для Spirit Акэдами. Да, конечно, непонятно, что там в атаке будет у Ханс. Но в защите все может настолько пойти, что, ну, в атаке там можно выиграть пистолетку. Буквально один девайсный. Вот все, пожалуйста. Ну, пока флэши забирают последним номером. 7-3. Хорошие деньги. Комфортная обстановка у Spirit Акэдами. Сейчас они должны показать нам, почему же их выбор остановился на карте The Train. Снайперская винтовка у люка. Готовность номер один. И две снайперские винтовки в ответ у команды Ханс. Одна из них, скорее всего, будет под Б. У Нила, наверное, между прочим, в руках. Вторая, конечно же, под А. Контроль медла. Ну, хотя, конечно, она могла использоваться и под зеленью. Если раскрыть большую карту, наверное, использование там АВП было бы, возможно, даже более эффективно. Сейчас у Spirit Акэдами основная ставка сделана на эту точку. Готовность номер один. Он находился на вагоне. Ну, и вы все сами прекрасно видели, насколько прост был для Роми этот килл. Многое сейчас будет зависеть от Мунлайта. Особенно, если Spirit Акэдами втроем пойдут зелень до конца. Именно это они и делают. Мунлайт открывается, видит на своем экране троих. И, наверное, либо растерялся, либо изначально ничего не мог поделать. Но пока все довольно просто. Еще один килл от Муншайна. Кстати, поздравляем его с почином. Это первые два фрага для него, да? Давайте проверим на всякий случай. Да, это два его первых фрага. Ну, и очень вовремя он также начал включаться. Нилан один в четыре. Да, очень сложный, но вот почти нереальный клатч. Особенно вот посмотрите. Есть молотов, хаешка, две флешки. А вот как их сейчас использовать? То есть у Нилана-то не мобильный девайс. Могут подловить. Сейчас разве что заберет люк и может прийти на зелень. Да, отлично. Сохранит все, что у него здесь осталось. Гранату он не тратил. Позицию прошел. Возможно, еще кого-нибудь щелкнет. Давайте глянем. Тут, тут, тут. Нет, уходит. Отличная попытка от Роми. Недва не забрал своего соперника на зелень. Но все-таки не забрал. Нилан увез АВП в следующий раунд. Ну и вообще хотелось бы немного поспорить с варфаратором. Просмотры довольно неплохи для, ну, опять-таки, начальной стадии, закрытых отборочных. Тем более, что сейчас турниров параллельно кучи. Ты понимаешь, что зрительская аудитория, она разбивается. Я бы сказал, что, нет, отлично. Так, 7-4. Ну, здесь главный вопрос, наверное, к деньгаму команды Ханс. 4-800 есть только у Нилана. Вспоминаем его сейв. Наверное, кому-нибудь еще дропнул. 2-600. Ну, сгорем пополам. Даже в случае проигрыша в этом, наверное, на байв в следующем с придропами, конечно же, хватит. Дрим выпускает зелень. Правда, успевает уйти на вторую линию. Забирает пропрыгивающего флэша. Дальше дает префайр. Его очень нужно проходить. Наверное, Люк сейчас будет этим заниматься. Да, вот его прицел. Вот второй фраг от Люка. Где же халпа? А-а-а! Тиммейтов, а тиммейты уже мертвы. Я-то думаю, почему Люк там играет сам? Но его тиммейт, к сожалению, погиб. И у Люка, ну, там была очень проигрышная ситуация. Роми, один в три. Ну и все пока получается здорово. Как для защиты. 8-4 на чужом пике. Роми, правда, снова пытается вытащить клатч. В этой перестрелке теряет больше хп, чем, наверное, ему бы хотелось. Плюс ко всему нет бомбы. Ну и на выстрел снайпера в позицию он разводит. Годзе тут же откидывается дымом. В этом плане действует достаточно грамотно. Уходит подальше. Дает колл тиммейту. Даже пойдет Нилу. Сам Годзе смещается. Девятку и что, отдают бомбу, ребята? Да, отдают бомбу. А, ну тут время. Я забыл на время посмотреть. 10 секунд, это же у Роми-то и выбора нет. Пойдет он только на точку А. Хотя, что-то непонятно. Они или бомбу не видели, или в чем вообще? Проблема. Ну, нет, бомбу-то точно видели. Решили ее отдавать. Решили затем дать возможность Роме ее установить и уйти. Серьезно, сейчас Нилан умрет. И Роме окажется один в один. Что происходит? А Годзе еще со снайперской винтовкой. Роме может его развести. Что такое? Ханс, это был выигранный раунд. Это было настолько изи. Просто стой, стреляй, забери его даже. Ну, то есть уже было понятно по таймингу, что если ваш соперник заберет бомбу, то вряд ли он сумеет пойти на Б. Скорее всего, это будет аплэнд. Но, не знаю, рассчитывали. Хотя, может быть, и успевал, но... Жесть, раунд был... Раунд был выигран. Он был в руках у команды Ханс. Роме просто делал что-нибудь. Он понимает. Так, я подобрал бомбу на второй линии. У меня 13 секунд. На Б я, наверное, уже не успею. То есть, ну, придется в любом случае бежать с ножом в руках. Меня услышат и расстреляют. Пойду просто поставлю на А и буду молиться. Что? Что? Извините, но меня переполняют эмоции. Я не могу их полностью выразить, но... Но надо бы. 7-5. У команды Ханс так себе бай. Нет армора у Галантиса, хоть и наличествует снайперская винтовка. Один полноценный кольт, фамос, UMP, мало гранат. Не представляю, как подобное можно проигрывать. Даже будь это матчмейкинг. Все равно такое нельзя было проигрывать. Но, с другой стороны, Роми красавчик. Он сыграл максимально хладокровно. И, опять-таки, вспомним, каким образом он открывался на Галантиса позиции. Помните, как он того развел на выстрел? И это, по итогу, стало ключевым моментом. То есть, он-то о сопернике не забывал. Был, ну, очень качественный клач. Ну, и опять же, в оправдание команды Ханс. Возможно, у них просто не было информации относительно того, что оставшийся в живых Роми красный. Иначе они бы действовали намного, как мне кажется, агрессивнее. Ну, хотя, как не было. Роми ведь стрелялся с позиции под старой девяткой. И соперник, который, ну, с ним перестрелился и по итогу погиб, точно должен был понимать, что, ну, какое-то количество патронов он по Роми попал. В общем, странный, очень странный раунд в исполнении команды Ханс. Сейчас, ну, просто заход на Б, спиритокедами, уже почувствовали свою игру. Ханс начинает выбивать бомбу. По пяточкам Роми настреливаются. Зашки, скорее всего, Годзе попытаются его добить. Выход на плент. Люк играет на верхней линии. Пытается разнести Галантиса на выстрел. Таки разводец гоняет его с вагона. Но в это самое время Роми весьма не вовремя выходит из нижней линии. Погибает. Это был парный выпад с Люком, который дал важнейший размен погоде и заставил Галантиса убегать. Сам Люк также не взорвался от бомбы, что является для него огромным плюсом. 7-6. Ну и Team Spirit Academy продолжают набирать обороты. На своей карте, опять же, начинали, напомним, не слишком хорошо. Счет был 7-3. Но теперь уже 7-6. И Ханс продолжает закупаться от одного засейвленного АВП. И не сказать, что это плохо. То есть, возможно, не выигрывай, Ханс, таких раундов по ходу трейна. Мы бы говорили, что это чересчур самоуверенно. Но, там, как минимум, два, по-моему, поправьте, если я ошибаюсь. Фурсбай, а Ханс как раз и выиграли. Так что, все окей. Другое дело, что у Роми все окей с Аидом. С уверенностью. Один. Второй. Там был размен от Галантии со снайперской винтовкой. Нила на 5. Максим. Ну и вот, пожалуйста, 3 в 3 ситуация. А это был бай на 2 400. На 2 400 и снайперскую винтовку. Выбивание апдауна. Нужно что-то придумать с бомбой. Которую пока контролируют аж внутри казаха. Как на сетке. Они там сидят. При этом, конечно же, будут все точки подхода опять же смотреть. Флэш легко отворачивается. Дожидаются тиммейтов. Ну, под точкой действует один. И с верхней линии действует второй. Ну, наверное, Роми здесь будет одним из ключевых игроков. Пока Флэш байтит внимание на себя. Люк поджимает мидл. Вообще действует медленнее, чем его тиммейт. И вряд ли сможет им даже как-то помочь. Так, Роми натыкается на дым. Хотя для него это скорее даже преимущество, я бы сказал. Он сможет подойти как можно ближе к своим соперникам. Флэш продолжает стреляться. Люк уже в спине. Его находят. Но Люк пока живет. И вот он. Фаст зум. Отлично. Люк начинает это выбивание. Параллельно с этим о спине забывают игроки. Команды Ханс. Мунлайт дает размен. Но этого недостаточно. Он 2 в 1. Люк немобилен. Выпад. Фраг от Роми. 7-7. Отличная работа от Team Spirit Academy. Но здесь вот никаких претензий нет. Люка нужно было убивать сразу. Спину нужно было контролировать. При этом контролировать ее должен был обязательно, наверное, игрок с Максевеном в упорной позиции. Он не должен был о ней забывать. Смотреть туда и дожидаться. Ну, потому что... А иначе как? Вот как Team Spirit Academy могли бы эту бомбу под апдауном выбить? Понятное дело, что они заходили бы с двух сторон вместо одной. Нужно было даже с трех. То есть у них было, ну, три варианта. Это апдаун, это Т-спаун и это как раз-таки котлы под верхней и нижней линией. В общем, можно было сыграть и получше. Можно было легко вот этот раунд, эту ситуацию 3 в 3 выиграть. Можно было вообще бомбу отдать. Ну, хотя, наверное, с таким байном было бы уже плохо. Пока равные размены при быстром и агрессивном раунде по точку. А, что такое Мунлайт? Люк был уже у него в руках, но Люк все-таки разыгрался. Помните, на начало карты Датрейн мы сказали о том, что вроде бы сегодня не так ярко сияют Люки, как в предыдущих, там, позавчерашних, например, матчах Team Spirit Academy. Но нет, вот, пожалуйста. Старый Люк, лучше новых двух. Два фрага уже у него есть. Ну, Люк, конечно, только один. Феня ставит точку. 8-7 и со счета 7-3. В пользу команды Ханс Team Spirit Academy выигрывают первую половину с минимальным разрывом 8-7. Но минимально он только номинально. Для Spirit Academy это отличная работа, фантастика. Ну, и немного статистики. Хочу обратить внимание, что у Муншайна, как было, два кила, так и осталось. Но его усилий и не понадобилось. Team Spirit Academy все сделали. Ну, не сказать, конечно, в пятером, но без фрагов Муншайна. 8-7. Ну, теперь будет сложнее. Даже, мне кажется, в моральном плане. После таких, не побоюсь этого слова, глупо отданных раундов. Парни, конечно, на меня не обидятся. Правда, очень глупые раунды отдавали. Особенно вот с потерянной бомбой, когда Роме отдали вот этот сумасшедший клач. Это было жестко. Та же выбитая бомба под апдауном. Да сколько хотите. Хотя, форсбай, справедливости ради, тоже игроки команды Ханс брали. Ну, теперь пистолетку начинают в плюсе для себя. Муншайна пытается загнать соперника на второй линии. Казалось бы, Муншайн успел перезарядиться, но ничего не вышло. На развороте Роме попытался соперника забрать, но тщетно. Феня. 1 в 3. С 30 кхп. Наверное, со всей уверенностью можно сказать, что команда Ханс свою пистолетку все же выиграет. 8-8. 8-8. Ну и, конечно, спирит аккедами ничего не мешает сделать форсбай на трейне. Да и вообще, в принципе, форсбай выигрываются. Особенно с теми пистолетами, что есть. Обращу внимание, что флэш и Роме используют 5-7. По последнему времени их использование можно встретить все реже и реже. Фрага Мунлайта. Ну, здесь Ханс. Опять-таки, заходят на точку А как команда. Все вместе, никого не боясь. Возможно, стоит делать это побыстрее, но играют в размены. Два игрока команда спирит аккедами. Выходят из коннектора. Здесь, ну, для СЗШ очень хорошая позиция. Самое главное для Феня здесь было уйти. Он, к сожалению, не ушел. Галантис забирает самого. Вишес, насколько я знаю, он является текущим капитаном. Ну, или ингейм-лидером, если угодно, команды спирит аккедами Муншайна. Который с трейфами. Люк погибает. И Муншайн оказывается... Ну, почти безвыходной ситуации. Из коннектора ему точно не выйти. Соперников живых трое. В СЗШке 12 патронов. Ну, опять-таки, СИМПЛ с СЗШке минус 3 делал. Даже против девайсных своего соперника. Но то СИМПЛ. Да и китов нет. Ну, судя по всему, клач. Этот Муншайна не выиграть. А вот подобрать какой-нибудь калаш и унести его в следующий раунд, почему нет? Был близок. К тому, чтобы забрать Годзу, 30 кп осталось у казаха, но 9-8. И теперь экономического спирит аккедами не избежать. Конечно, они могли бы вторить своим соперникам по первой половине и тоже делать, ну, два форсбая, например, вместо одного. Но счет вряд ли позволяет спирит аккедами предпринимать такие опрометчивые решения. Тем более, что, знаете, если Ханс выиграет карту Дотрейн, они вполне могут побороться из-за Инферно. А для спирит аккедами это не вариант. После особенно такой неудачи казахов на кэше. Укрепление от спирит аккедами на экономическом раунде точке ничего не дало. Как минимум бомба у команды Ханс будет. Ну да, одного игрока забрали. Люк, ближняя позиция, по 2000 сыграли хорошо. Перекрестка на Дрима. Теперь уже флэш включается в борьбу за фраги. И Ханс для экономического и для занятого плента, если честно, уже теряют больше, чем нужно. Они-то заходили на пустой Б, пошли на охоту. Но, не знаю, может быть, план спирит аккедами в этом и заключался. Мол, если соперники будут выходить на точку А и ставить бомбу. Хорошо, у нас там пятеро. Если нет, мы просто остаемся стоять на точке А и ждем, пока Ханс сами пойдут на нас. Ну и вот, пожалуйста. Правда, отдали не калаши, а фармганы, это UMP и Мак-10 флэш. Еще один килл. Размен, контрразмен от Роме, плюс 600 долларов и год за префайр. Все-таки размены состоялись. 5-4 в пользу команды Ханс. У них остался один живой соперник. Но это был фулэка. У спирит аккедами был полный экономический раунд. И они сделали 4 килла. Напомню вам, дорогие зрители, что следующим матчем, следующим противостоянием будет фантастическая борьба команды Немига против Force FU. Состава можете ознакомиться на ХЛТВ. Составом Force FU, конечно, он, я думаю, более интересен. Немига в подобном лайнайпе уже давно. А вот Force, если честно, я вообще в таком составе вижу впервые. Еще раз напомню, там Лазейка, Фокс, Маус, ТТ, Хома и Финн. Матч может получиться очень интересно. Говорят, сейчас Муна бить буду. Ну, спрошу, говорю, нет, посмотрю, что там в чате. У Муна траблы, одну минуту. Ну, да, видите, говорят, что зажимать достаточно сложно. 10-8. Закупной раунд от команды Spirit Academy. Люк, АВП, его пропрыгивают без проблем. Он все еще в позиции, даже не стрелял по-прежнему. Его пытаются развести на выстрел. Ну, пока основной костяк команды Хан занимает каплей под точкой Б. А вот первый килл от люка. Галантис он все-таки в миду нашел. Все эти пропрыжки ничего не дали. Не дали. И, осознавая свое превосходство, команда Spirit Academy на размены... Чего я говорю, команда Spirit Academy, команда Хан, скажем так же. Выходит в точку Б. Ханс установили бомбу. Но теперь все для них довольно плачевно. Они в меньшинстве. Правда, об их позициях неизвестно. Вообще, такой опасный момент может получиться. Нилан пока использует дым, который находится на планете. Параллельно с этим, Роми уже начинает поджимать верхнюю линию. Вот это, скорее всего, станет расстрелом. Хотя, Роми и сам можете посмотреть вниз. Нет, он смотрит. Забирает Нилана. Дрим тоже погибает довольно быстро. Китов ни у кого нет. А хватит ли времени, вот в чем вопрос. Ну, наверное, должно хватить. Два, один и... Ох, ну на таком тоненьком прямо. Сейчас, может быть, даже КС покажет. Ну, нет. Времени еще там осталось где-то с полсекунды. Если бы было где-то там за ноль, одну или ноль, ноль. Одну Counter-Strike, наверное, нам об этом бы рассказал. Десять. Девять. Ну и все началось с антрефрага от трюка. Опять же, мы говорили об этом. Раунд изначально у Хан строился под точку Б. На котлах они находились вчетвером. Вот здесь. Но... Хоть и получилось выйти на размены. Размены это тоже не идеальный вариант. Был для команды Ханс при этом выходе. Так еще и установленную бомбу не защитили. Хотя, не слишком понятно, почему не занималась верхняя линия. Обычно, особенно если команда в меньшинстве, ну, верхняя линия занимается. Потому что это весьма удобная позиция. Бомба-то стояла именно под эту точку, в этом направлении. Но туда решил игрок казахской команды не лезть. Возможно, и выбора у него особого не было. Ну, знаете, поставил бомбу, а если уже туда лезть, то соперник может перекрыть тебя и убить. Ну, вот согласен, позиции были не очень. Ну, и опять же, со ставкой на то, что с девятки тебя не чекнут. Или что соперник не будет использовать нервы для убивания. Ну, какой-то странный выход команды Ханс прямо сейчас. Обратите внимание, что они потратили деньги в ноль. И в ноль, по всей видимости, раунд проиграли. 10-10. Если только Галантис не повесит еще три хедшота. Он уже сделал. Навелся на ваншайна, но немного ниже головы полетело. Да, это 10-10. Первая половина спрашивает, как закончилась. 8-7! Закончилась первая половина, но команда Ханс вела 7-3. То есть это самый главный первостепенный момент. У команды Ханс было преимущество в четыре раунда, и затем они еще и половину проиграли. Действительно было много странных раундов. Именно проигранных. Хотя выигранных там фрустбаев было не меньше. Этот момент мы уже подмечали. Муншайн мало-помалу тоже начинает включаться в игру. Наконец команда Ханс делает полное динамическое. Нападают под Феню. Тот забирает одного, второго по приколу. А вот дальше, наверное, лезть не следовало. Знаете, открывшись так широко, по сути, Феня лишил себя возможности для отхода. Он сжег мосты, его бы уже не отпустили, потому что реально, ну, в его сторону было направлено три ствола. Он уже попытался спрятаться за ящиками на тех самых котлах, но и этого сделать ему не дали. Возможно, стоило стрейфиться из-под стеночки. И вот особенно со снайпером за спиной Феня мог бы легко остаться в живых. Ну, хотя пытался сделать максимум киллов, максимум пользы вынести из этого эпизода, из своего позиционного и огневого, в первую очередь, превосходства. Да и как бы там ни было, пока непонятно, за счет чего Ханс могут перевернуть этот раунд. По-прежнему Феня сделал важные киллы для своей команды, по сути, плюсовые. Ханс просто стоят, ну, нет, уже не стоят на месте, стояли, но тайминги заставляют их начинать движение. Муншайн. Он как бы не старался прошивать дым, одного из которых он все-таки пропустил. Правда, сейчас забрал. Нужно навестись на второго, второй килл от Муншайна, третьего. Ну, кстати, даже вот по его стрельбе видно, что или он не хочет зажимать, или реально он испытывает проблемы со спреем или со спрей-контролом, потому что, ну, сейчас его, знаете, момент мог быть и проигран, если бы на него открывались, ну, игроки с арморами и диглами, можно было отлететь. Тем не менее, три килла для себя Муншайн нашел. 11-10, команда Ханс закупает 5К47. Еще раз напомню коэффициенты с сайта EGB.com на этот матч следующий. На команду Spirit Academy 1.21, на команду Ханс 3.45. Разумеется, Spirit Academy здесь были фаворитами, фаворитами являются и сейчас. В общем-то, и забрали первую карту, ну и коэффициентом огромный. Но не такой, как в матче Немига против Force FU. Еще раз советую вам обратить внимание на коэффициенты именно на второй матч этих СНГ-отборочных. Невероятно сладок, и я вам скажу честно, если я успею, подумаю над тем, чтобы что-нибудь на этот матч подзалить. Но это уже мелочь. Вы решайте сами. Пока команда Ханс вновь никуда не спешит. Ждут поджимов, но у Spirit Academy не тот счет. В отличие от того же Кэша, где по последним раундам Spirit Academy просто пушили. Здесь нужно быть максимально осторожным. Люк. Вот видите, даже снайпера ожидает на зелени. Хотя понимает, что по экономике вряд ли это может быть. Дожидается стопроцентной возможности сделать килл. И таки находит его. Правда, параллельно с этим Нилан все-таки распечатывает точку А. Забирает там соперника. Параллельно с этим... А, он точку Б распечатывает. Вот, он сюда вышел. Посмотрите, какое им он демонстрирует. Забирает Роми. При этом выходит на точку Б в одиночестве. Что самое интересное. То есть он сначала ее открыл, а потом уже тиммейты пришли на помощь. Фраг от Годза. И большинство. Для команды Ханс, которую бомба вообще не представится, для тебя по итогу. Муншайн остается один. Хороший раунд, для Ханс. Правда. Ну, опорники точки Б почему-то забыли. Или просто не смогли что-то сделать с Ниланом. Опять же, мы пропустили этот экшн, к сожалению. И просто не показали, как же Нилан сделал этот самый главный килл. Но Годза в упор принимает Муншайн. На счет становится 11-11. Что и с деньгами. Они есть. Спирит Акадами проведут как минимум еще один бай. Спирит Акадами, конечно же. Просят показать пинг. Ну, Спирит Акадами с пингом проблем никаких нет. Люк и Феня вообще имеют по 5. 15 у Роми немногим больше. Ну, у Муншайна 52. Правда, я не знаю. Возможно, Муншайн играет из Финляндии, а не из России. Ну, и Флэш 31. Ну, у Казахов все немного хуже. Ну, и с этим вроде бы проблем именно по стрельбе у команды Ханс не наблюдается. Ну, как и у Люка. Тот, в который раз реализует свое АВП, забирает на этот раз Нилана. Дело обращается тем, что Люк раунд от раунда использует разные позиции для реализации своего авика. Он может контролировать и ноль, и апдаун. И по прошлому раунду мы видели его игру против зелени, где она тоже оказалась эффективна. И Ханс, ну, просто не понимают, где вот этого Люка с АВП ждать. Куда открываться с трефами, а какие тачки занимать сразу. Спирит Акадами. Заполучили большинство. Для КТ это важно. Феня. Ну, интересная позиция. Да, от Флэшки он может отвернуться. Моменталки сюда накидываются, ну, не то чтобы очень часто. Да и даже от моменталок можно подворачиваться. Дым. Еще один килл от Люка. Феня ждет выхода от Водзе. Ну, и таки дожидается, да, позиционка. Отличный хэдшот. Попадание безукоризненный. Раунд от Спирит Акадами 5 в 0. Три, кстати, фрага, из которых сделал Люк. 18-17. Люк выходит в плюс по количеству фрага. Вот Ханс оказывается без денег. Бомбу по прошлому раунду они не поставили. Да и сейчас проиграли первый после выигрыша. Стало быть, экономика тоже пришла в упадок. Обнулилась, рассетнулась, называйте как хотите. И это был ключевой момент. Сейчас Ханс идут в Абанк. Это форсбай с АВП. С АВП у Галантиса. У одного из игроков были деньги. Ну, там было 4 как раз где-то 850, наверное, у самого Галантиса. Да, у самого Галантиса они и были. Опять же, вот снайпер молодец. Постоянно играет на экономику. И достаточно часто я уже обращал внимание. Просто вам не сказал, что у Галантиса остаются деньги на АВП. Когда вроде бы у всей остальной команды денег вообще никаких нет. Возможно, будет небольшой поджим от Фени. МП-9 в руках. Хорошая позиция. И да, Нилан здесь. Очень сложно в какой-то ближней позиции реализовать свой Диггл. Дальше Феня должен просто уходить. Да, да, да. Научен горьким опытом Феня. Все-таки мы помним один из прошлых раундов на этой же самой верхней линии, где он вовремя не ушел. Отлично поджим от Роми в спину. Перекрывает Галантиса. Бомба падает. Хотя нет, бомба упала не у Галантиса. Она лежала с самого начала под апдауном. В душевых. Вот и она. Флэш минус по Годзе. Команда Ханс. Снова потеряла ниточку к игре. И первую половину могли выиграть. Проиграли и во второй сражались. Выиграли вот первые три раунда. Взяли один Девайс, но при этом неполный. Но на дистанции спирит Акэдами оказывается все-таки увереннее. Дрем еще и решил свичнуть Девайс. Благо. Он успел взять АВик в руки обратно. Попасть этим ноузумом. Но какой от этого толк. 11-13. Снова без денег. Какое решение Ханс примут сейчас? Ну, по такому счету, выбора, кроме как делать экономический, у казахов, по всей видимости, нет. Сейчас увидим. Может быть, форсбай не пошел, Девайс не пошел. А вот экономический Ханс возьмут, да и выйдут. Вот, например, Люк. Вообще непонятно, зачем он в апдаун с этим АВиком. Пошел, продал его, попытался Нилам как-то его реализовать, но нет. Серия убийств от команды спирит Акэдами вновь безустановленная от команды Ханс Бомбы и 14-11. Вот теперь преимущество Team Spirit Academy заполучили, правда, серьезное. Кто мне объяснит, что они творят? Спрашивают пользователи чата. Команды сейчас сыграют первый этап СНГ отборочных к SL iLeak Invitational, который пройдет в Шанхае с призовым фондом 150 тысяч долларов. В этих квалификациях участвует достаточно много интересных команд. Кстати, две приглашенные на шанхайский ивент уже известны. Gambit и, конечно же, Тайлу. Пять АК-47. Ну и команда Ханс, по позиции, можно сделать этот вывод, собирается заходить на точку Б. Феня реализует АВП, этих авиков станет команда спирит Акэдами 2. Феня понимает, к чему все идет, ходит обратно. Так, ну а меня продолжили привлекать. Отлично. Работницы бухгалтерии решили немного повеселиться. Ну ладно, Ханс, зашли на плент. Хоть и в меньшинстве, но установили бомбу. Вроде бы в какой-то момент они даже оказались в равной ситуации, но пуша Дрима ни к чему хорошему не привел. Теперь Галландис должен тащить раунд один. Очень печально, что не забрал сейчас своего соперника. На длине, флешка в глаза обоим. Бомба кушает очень быстро, но выход от Галландиса и вопрос в том, хватит ли времени. Времени точно должно хватить. Да, конечно же. Люк даже особенно не спешил, он точно понимал, что успевает. 15-11, отличное выбивание. Все-таки, думаю, Пинг решает. Ну, на самом деле, кто-то, возможно, у нас на трансляции есть зрители из Казахстана, и они нам могут рассказать. Потому что, ну, я таких проблем, если честно, не испытываю. Там Пинг 50-60 для меня не является каким-то сверх проблемным. Ну, потому что я не играю на таком уровне. Хотя я апнул глобалы не так давно. Да, хвастаться глобалом в 2017-м это левел, но наконец-то я сделал это. 15-11, по-прежнему два авика. Разве что установленная бомба. Команде Ханс позволила закупить С5-47, но даже это не позволило, тем не менее, закупить нормальный пул гранат. Хотя вот команда Ханс их не полностью как-то и использовала. Энтри-фраг от Фени, затем флэши, муншайн. Каждый из этих фраков делает по убийству. Такой вот одинокий выход от мунлайта через дымы. Можно биндить Сэй ГГ. По-другому и не скажешь. Либо Годзе тащит клатч 1 в 5 с потерянной бомбой. Непонятно как. Ну а пока пользователи пишут про пинги. Ну, некоторых это парит, некоторых нет. Я так понимаю, скорее по личным таким субъективным причинам. Да, Годзе проигрывает перестрелку флэш. Что ж, Teams перед Акадами выигрывают свой дебютный матч в рамках СНГ-отборочных со счетом 2-0 по картам. Ну, с этим их можно и поздравить. Карту TheCash не выиграли 16-6. Карту TheTrain со счетом 16-11. Ну и, наверное, как мы даже и ожидали, Ханс на пике своего соперника на довольно сложной карте TheTrain взяли больше раундов, чем на своем собственном кэше. Потому что сейчас нет команд, ну, кроме разве что каких-то шведов вроде Nip и Fnatic, которые могли бы прийти и сказать, кэш это наша карта, играют ее вообще все. Ну, опять же, возвращаясь к вопросу о пинге, это буквально через несколько минут мы уже уйдем на паузу и будем смотреть следующий матч. Но возвращаясь к вопросу о пинге, это может не иметь большого значения для игроков в матчмейкинге или для игроков там на фейсете. Но когда ты играешь на про уровне, и когда важно, ну, любое, даже самое маломальское преимущество, конечно же, пинг имеет значение. Поэтому играй там с 60-70+, когда у твоих соперников, вот, например, у Люка было 5, у Фени было 5. Это очень сложно. Ладно, друзья, следующий матч состоится между командой Nimiya и Force FI. Или FU, называйте, как хотите. Это будет крайне интересное зрелище. Советую его посмотреть. Еще раз советую обратить внимание на коэффициенты сайта egb.com. Далее меня на комментаторском месте сменит мистер Гомер, он же Александр Лысенко. Я, жалей не наиви, с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Никуда не расходитесь. Ожидайте следующего матча. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. EGP.com. Ты точно знаешь, кто победит. Егейминбетс ставки. КС Мани. Новый сервис для обмена вашими скинами из КС Го. Надоела куча ненужных скинов в инвентаре. В КС Мани обмен скинов быстрый и надежный. Достаточно просто авторизоваться на нашем сайте, выбрать скины из своего инвентаря, которые хотите обменять, и те, на которые хотите обменяться, из обширного списка. Подтвердите обмен и наслаждайтесь новыми вещами. КС Мани. Новый сервис для обмена вашими скинами из КС Го. Надоела... Продолжение следует...